Собираясь говорить о семье, о ее будущем, о ее прогнозируемом многими исчезновении, я перечитал Крейцер-Уссана. Все вы ее читали, конечно, но хочется пробежаться немножко, чтобы мы говорили об одном и том же. Помните, там и герой женится. Почему? Потому что на жене было джерси. У нас называли его джерси, видимо, это неправильно. Но на ней был костюм джерси, очень хороший. И вот этот костюм его и погубил. Чтобы был бы другой костюм, то вся его жизнь прошла бы гораздо более счастливо. В чем было дело? Почему вдруг, ну он был уже, все-таки, не мальчик, а там уже, наверное, около 30 лет было. Как он говорит, у него был всегда предохранительный клапан. У мужчины всегда есть желание, там, ну кинуться на более-менее на любую женщину, малоградский привлекательную. И чтобы этого не происходило, нужен клапан, который это давление сбрасывает. Клапаны эти разные бывают. Ну вот он, так говорится, вот получилось так некоторое время, что этот предохранительный клапан у него оказался закрыт. И вот тут, а тут оказалась лунная ночь, какая-то лодка, и дальше у него талия, и этот джерси, который, в общем, завершила его гибель. Вот этот джерси его и погубило. И он дальше, он говорит это, пока говорит о Неве Столстой, пока говорит герой. И то, что говорит герой, который пострадал сильно на этом деле, на любовном и брачном фронте, вполне естественно, что он говорит самое скверное и жестокое, что можно сказать. То есть психологически это совершенно оправдано. Пока мы не будем придавать идеологическое значение. Мало ли, что человек там в отчаянии, там в растерянении наговорил. Ну так вот, что он там наговорил? Что вот деревенский парень, когда он работает легкую полевую работу, ест лук, квас там, и как раз хлеба, вот ему ровно, настолько хватает он всю, выпускает вот эту всю свою энергию в этом труде. На железной дороге, когда он работает, там он фунт мяса где-нибудь съедает, и словно выпускает эту работу с тачкой, там с кайлом и так далее. А мы едим в три раза больше сладкие какие-то там блюда, перченые, такие всякие, а не выпускаем никуда. Естественно, вся энергия наша на любовный фронт. Причем разницу между любовью и вожделением он никакой не видит. Это просто вот обман. На самом деле мы испытываем просто-напросто, вот кто смотрел на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, что вожделение и любовь – это одно и то же. Просто мы научились как-то красиво это оформлять. Вот это гнусное, это уже я из послесловия, что это гнусное обвезьянье занятие мы возводим в первом творении. Пишем стихи, музыку, и будто бы стараемся, ну, как-то вот это животное совершенно дело эстетизировать, и говорим о единстве взглядов, о духовной близости. И как это тут, опять же, если у вас есть единство взглядов, зачем спать вместе, простите. Почему одно предполагает другое? Казалось бы, что в этом общего? И так оно и есть, несомненно. Ну, на митингах, вот когда все в едином порыве голосуют за Евсен, там не начинается свальный грех после этого. Ну, вот у нас единство убеждений, группа муха такая. Ничего такого не происходит. Наоборот, скорее, как-то все чопорно друг к другу относятся. И вот, что на самом деле все имеет внешнюю привлекательность, духовные всякие, это сколько бы мы ни говорили, что можно любить за душу, все это полная чепуха. Вот любую котетку спросите, которая хочет соблазнить мужчину, что бы она предпочла? Что бы ее изобличили в жестокости, там, в коварстве, там, в чем угодно, в любом преступлении, или она в некрасиво сшитом платье, она покажется перед этим своим предметом. И любая котетка, конечно, пусть еще раз меня в преступлениях, обличат в преступлениях, но только бы, чтобы у меня была талия такая подчеркнута, и все прочее. Таким образом, его семья, это, в общем-то, легальный способ удовлетворять похоть. И не даром же он говорит с женой, когда вот там, ну мы там тоже понятно говорили, какое-то единство душ, но каждый раз нам говорить решительно было не о чем. И просто вот, когда мы оставались вдвоем, то просто не знали, чем себя занять. И впоследствии, вот когда начались ссоры, он заметил, что чем у них бывает период влюбленности, и потом непременно период озлобления, нервности друг друга. И чем дольше длится вот этот период влюбленности, тем больше злоба они против друга накапливают. А почему? А потому что они знают, что они, в общем-то, враги. Каждый другого хочет использовать, понимаете, каждый для другого является аудием собственного наслаждения. Они два эгоиста. И, к сожалению, ни один из них не может обойтись без другого. И он, конечно, его использует, но при этом ненавидит, потому что, ну, привязан, вынужден его терпеть рядом с собой. Это все, так сказать, повесть. Но при этом, вот что тоже любопытно. Не знаю, сегодня это уже, наверное, меньшее значение имеет, но что его ревность начала пожирать с самого первого дня им брака. Казалось бы, если она для него всего лишь орудие наслаждения, так какая разница, если она и другого, допустим, так же будет увлажать. Тебе меньше, что ли, достанется? Есть такая поговорка, знаете, народная. Чай не лужа, хватит и мужу. Баба не лужа, хватит и мужу. То есть, ну, это ресурс не убывает. Вовсе не уменьшается потребление. А даже у некоторых народов, наоборот, ценность повышается. Чем больше желающих, ну, значит, тем больше. Ну, дефицитный товар всегда вырастает в цене. Большим спросом. Ну, вот ревность его пожирает. И он понимает, потому что жена не может не желать другого, потому что при нашем образе жизни, когда делать совершенно нечего, мы там всю самую пищу проклятую едим, которая и не выпускаем ее нигде. Что она воспитана в таких порядочных каких-то представлениях стандартных, но у этих сил не хватит, чтобы противостоять этой похоти. Ну, рано или поздно он ждал, что это случится, и вот, наконец, появился музыкант, и еще там музыка опять, и вот поэтизация проклятая, что вдруг в эту минуту кажется, что мы не просто похоть испытываем друг друга, что необыкновенно высокие чувства, и они сразу раскрепощают нас, что это вот искусство вообще аморально, а музыка десятикратно. Ну, вот он ее убивает, и, в общем, полный ужас. Ну, произведение, как известно, так сказать, гениальное. Оно в то время было просто скандально, скандально просто, потому что оно уже разошлось в списках, еще даже не последняя редакция, Толстой уже ругался, что уже люди читают, а он еще там хочет две запятых поправить. Оно пошло по рукам, потом цензура его запретила, это было аморально. Софья Андреевна Толстая попросила аудиенции у царя, не больше, не меньше, и разрешил царь печатать только не в журнале, а в полном собрании сочинений, ну, чтобы так она уж не гуляла, так до народа не доходило, и сказал, уж легенда это или нет, что несчастная Софья Андреевна с таким мужем. Вот. Что, видимо, в общем, ну, ладно, это сутушеское счастье и вещь сложная, Бог знает, люди могут находить его в чем угодно. Но после этого он написал послесловие, хотя даже, собственно, не очень-то и после, потому что оно сразу полки вызвало. Ну, тогда малочитателей было мало, все друг друга знали, и все начали обращаться к нему. Вот. Что вы хотели сказать? Что прямо вот, что прав должен исчезнуть, но одно дело, это говорит отчаявшийся человек, который возненавидел все это, и говорит, что это проклятие, ничего там решительно хорошего нет, это все увертки для утоления похоти, что якобы для деторождения это нужно, для продолжения человеческого рода. А зачем человеческому роду продолжаться, скажите, довольно резонно? В конце концов, известно, и наука говорит, что рано или поздно солнце остынет. С точки зрения религии конец света когда-то наступит. Так почему бы ему не наступить, скажем, ну, там, пораньше немножко? Ну, дело в том, что лучше человечество, собственно, живет вот по религии. Оно должно достигнуть совершенства в своем развитии. Религия совершенно не говорит о том, что нужно жить бесконечно, то должно прийти когда-то конец света, будет страшный суд и все прочее. Человечество, чем оно более совершенным придет к этому концу, тем лучше. А что стоит на пути совершенства? Главное, что стоит похоть, разумеется. Она самая сильная страсть, которая уводит от Бога, уводит от долга, уводит от решительно всего. Это самое эгоистическое и самая сильная, и самая безнравственная, нежелающая ничего слушать страсть, да еще умеющая себя украшать поэзией, музыкой и всеми искусствами. Так что покончим с этим делом, и мы просто блин. К совершенству пойдем гораздо быстрее, если покончим. Ну а род прекратится. Кто нам поручил, вообще заботиться о продолжении человеческого рода? Так ли многие уж так этим озабочены? Так, если сказать всерьез. Что будет через там 50 тысяч лет? Не так уж многие. Ну вот это все, повторяю, говорит отчаявшийся человек, такой остервеневший. А ну поскольку оно с большой силой, это и логика, и вырушена, то, конечно, все начали задавать вопрос, а вы-то что про это думаете? И он не стал удивлять, что как правому Калинину он же говорил, что если бы я захотел рассказать то, что там сказано, мне бы пришлось ее написать заново. Ну не стал уворачиваться, то художественные образы, они там допускали многозначные толкования, ничего подобного. Он взял и написал, сказал, я считал, что сказал вот это, но видимо, раз вы такие тупые, я повторю. Для тупых. Да. Да, похоть, это мерзкое обезьянное занятие. И оправдание ее никаких быть не может. Никакое ни повесение, ни продолжение человеческого рода, ничего это не оправдывает. Это все у легких. Закон главный, которому мы стремимся следовать, закон христианства. У Христа нигде о браке ничего не сказано. Иногда сказано, тут я уже, поскольку небольшой знаток богословия, но он, по крайней мере, он измусолил все эти евангелия, думаю, что цитатами это все он подкреплял. Что там бывают уступки, что если вот, ну, если вы там такие вот, не можете без этого обойти, все уж ладно, но, по крайней мере, жить надо с одной женщиной. что многобрачьей, многоншонства быть не может, и там прелюбодеяние быть не может. Уж если, то только уж, уж если женились, то надо жить до конца. Ну, это как уступку. А что церковь сама, ну, церковь допускает брак и даже благословляет, что это, он все говорил, что церковное учение извратило сущность Христа. На самом деле, семья это инструмент для утоления похоти. Похоть ни к чему хорошему привести не может. И какой бы мы вид деятельности ни взяли, уж даже презираемый самим толстым, уж какой-нибудь наугли, служение ли Отечеству, служение Господу, ну, любую форму вообще для служения, какой бы мы ни взяли, что похоть этому только препятствует, как всякое игоистическое чувство. Что нельзя найти такой сферы деятельности, которому бы семья способствовала. Просто никакого. И христианство, это, если честно смотреть на него, то там все это и сказано. Все остальное, только, так сказать, допущение, послабление и уверенность. Вот его позиция. Вот это уже, это уже Лев Николаевич. То есть, семья должна исчезнуть немедленно, просто вот немедленно. Ну, если уж вы такие слабые, то пусть, ладно, уж если вы пари один раз, то надо уже, если ты упал, то в этом падении оставаться до конца жизни, не искать уже других. Один раз ты уже, так сказать, изменил своему долгу, ну, уж больше, по крайней мере, уже живи с этой женщиной до конца своих дней. О разводе речь идти не может. Хотя, казалось бы, отсутствие развода и привело к этому убийству. В общем, вы поняли меня. Ничего в этом, семья должна исчезнуть. Вот и все. А то, что человеческий род должен продолжаться, кто вам сказал, что он должен? Он должен к совершенству стремиться, а вовсе не к продолжительности своего существования. Ну, а если вы такие любители детей, то детей пропадает брошенных, ну, и, понятно, без ухода огромное количество. Вот когда только не останется ни одного ребенка на улице брошенного, голодающего, не уходящего, вот только после этого вы получаете право уже обзаводиться собственными детьми. Не раньше. Тогда уж ладно. Хотя и в этом нет ничего хорошего. Ну, все-таки ладно. Тут, по крайней мере, хотя бы одна отмазка исчезает. О человеческом роде. Ну, что бы я об этом сказал? Я как раз читал «Молодость», и на меня это сильное впечатление произвело. Ну, а сильное впечатление произвело, ну, понятно, художественное произведение это все с огромной силой написано, но с огромной силой и послесловие написано. Потому что с такой смелостью никто, в общем, никто так не выражается больше, как танцовый. И это в молодости особенно производит впечатление, что не боится, но нет такой вещи, которой бы он не осмелился обругать ни одной святыни. Если он думает, он выскажет, невозможно представить, чтобы он чего-то испугался. Это, конечно, очень впечатляет. Ну, а так вот, теперь я сам уже к возрасту Льва Николаевича приближаюсь, а может быть, ему сколько, 60 лет было, когда он написал «Мальчишка, сущности». Так что, он еще для пенсии не может по-новому закону. Но все-таки я тоже кое-что с тех пор пережил. Ну, что я могу сказать? Вот все-таки то, что любовь и похоть это одно и то же, что это просто приукрашенная похоть, я думаю, это просто неверно. Вот просто фактически неверно. Потом я вот много раз писал сначала, у меня были там трактаты, была повесть «Эра сатанатов» про мальчишку, который разрывается между похотью реальной и тем, что это с одной стороны какая-то прекрасная вещь а с другой стороны это отвратительная. Потом написал мне роман с простатитом, где герой романтически разрывается то же, что с одной стороны что он влюблен в женщину какую-то она красавица, она там просто богиня и вот за необходимость какие-то к физическим отношениям для него просто отвратительно для него. То есть что это совсем не то, что он вот эта влюбленность это вовсе не сексуальное влечение. Ну и последнее я вот уже это свидание с Клазимоном там героиня прямо говорит и я думаю что это просто таки верно по крайней мере я вот противопоставить ничего не могу что что любовь это вовсе не дочь вожделения сестра сестра религии что это сестра религии что как религия рождается из-за стремления человека освободиться от власти материи поскольку каждый из нас решительно чувствует что он нечто другое чем его тело никому нам трудно поверить что если мое тело переедет всего на какой-то каток асфальтовый то я перестану существовать видеть мысли но невозможно это представить чтобы из-за такого пустяка могла исчезнуть моя душа ну то есть видение мысли и никто решительно я думаю не может своей смерти представить и человек который чувствует конечно это иллюзорно что он и его тело не одно и то же несомненно ищет каких-то объективных подтверждений этого и религии рождаются из стремления освободиться от власти материи и любовь как побочный продукт этого также рождается из желания не видеть материальности предмета своей любви недавно же юноше ему трудно подойти к ней коснуться ему страшно помыслить даже он может с какой-нибудь алкоголичкой где-то в кустах заниматься какой-нибудь мерзкой а вот с какой-то чистой девушке ему просто дотронуться до нее немыслимо ему кажется что это кощунство и это и есть кощунство он правильно это понимает потому что вот мы любим не человека а образ вот мы любим образ в общем-то свободный от материи любим фантом а не человека и вот когда этот фантом превращается в живого человека мы к нему потом начинаем хорошо относиться может лучше мы привязаны к нему мы его жалеем сострадаем мы готовы помогать но он перестает быть божественным и вот от этого по-видимому браки собственно и не могут долго существовать по крайней мере вот это главное для брака угроза это именно любовь там вот если помните начинается роман как раз с того что в вагоне разговаривают какой-то ведется разговор там купец приказчик и какая-то передовая дама курящая эмансипированная которая говорит как это можно братья без любви заключать а если она его не любит а купец говорит небось полюбит и так все как-то притихают столько в этом какой-то грозной уверенности а на самом деле любовь я думаю действительно и брак противоречит друг друг и вот любовь реально угроза брак вот любовь потому что она стремится к чему-то неземного а брак это действительно все-таки что там говорить это хозяйственный организм в огромной степени для воспитания детей для поддержания жизни для ну это чрезвычайно важный институт для для практической жизни но там для неземного места мало и вот именно романтическая любовь я думаю что одна из первейших угроз брак романтики не даром живут поэты все решительно все даже не помню чтобы хоть один поэт какой-то такой храним верный жене и был ну хорошим таким хорошим супругом ну какие женщины какого хотят ходил бы в магазин там был верен не смотрел бы на кого-то ну пушкин величайший поэт конечно не хранил он не в силах был ну как он писал прошли восторги и печали и легковерные мечты но вот опять затопитали предмощной властью красоты красота приняет а вовсе не вожделение не похоть которую он мог там с любой этой своей крепостной девкой удалить красота это вот именно неземное как мимолетное видение как гений чистой красоты в общем все кто в этом толк понимал все время писали о каком-то неземном характере любви и они были абсолютно правы я думаю это просто-таки научная формула а не какой-то там высокопарная риторика то есть Илья Николаевич я думаю здесь просто-таки ну разошелся с фактами ну любопытно что он как-то где-то в дневнике записывал что он кажется ни разу не был влюблен что он не мог высказать то чувство которое не испытывал чувства которое мог бы назвать любовью что-то вспоминает только в 14 лет что ли когда-то когда именно от похоти организм распирается в гормональной избыточности он был вроде бы влюблен в какую-то там кухарку которая еще и была очень толстая правда с хорошим киндичиком то есть то есть он возможно таки Лев Николаевич при своем вот таком почвенном тяготении вообще к земным началам к биологическим основам бытия возможно таки просто таки действительно не знал что это такое ну а Блок вот хорошим он был мужем Блок вот если он с ней не спал как муж все упорно утверждают кто их знал то он как-то прекрасной даме вот значит я его же в постели там все все такое прочее это кощунство в общем все поведки то что они писали это было правдой а то что писал Гриф Николаевич Толстой это было неправдой просто он не нарочно конечно это говорил ну вот все-таки мы нащупали по крайней мере два источка по его словам христианство для которого идеал это целомудрие и любовь для которой идеал в общем-то тоже целомудрие что они являются реальной угрозой для семьи но велики ли эти угрозы сегодня ну романтизм как будто бы в любовных отношениях вроде бы падает хотя что мы там знаем о молодежи но к этому мы еще вернемся но если считать что молодежь более прагматична сегодня что она не склонна летать в облаках то тогда да у нее брак в общем может и выстоять как раз у прагматиков там у прагматиков другие опасности будут эгоизм потому что если ты прагматик живешь для себя и не хочешь служить ни Богу ни красоте то вообще зачем тебе вешать на себя эти вериги но это отдельный вопрос мы к нему вернемся только напомните вот теперь значит христианство тоже ну при том что люди ходят в церковь но желающих служить христианским идеалом по-моему не так много если они вообще есть ну я не видел чтобы кто-то раздавал имущество как вот завещал Христос чтобы кто-то ударив ему вправо еще подставлял левую чтобы прощал до семидесяти раз ну не попадались то есть вот ту угрозу которую Толстой назвал что христианство просто отрицает брак если честно ему следовать ну сегодня я думаю эта вероятность невысока просто оно не пользуется авторитетом и даже церковное христианство которое он обличал что оно не подлинное но оно тоже мне кажется не настолько авторитетно чтобы вот прямо люди стали его слушать одно дело тянуться к утешительной стороне христианства а другое дело выполнять требовательное это далеко не одно и то же читал я статью в Польше ну Польша считается да она является католической страной ну что она как бы религиозная сильно что у них и ксенцы даже в советское время пользуются влиянием что закон Божий там у них преподавают ну читал я социологов исследования что на законе Божьем что на законе Божьем в карты играют как у нас там по телефону разговаривают в айфонах и церковные руководители советуют преподавателям не быть слишком требует ни на то вообще ходить вообще перестав если начать слишком строго относиться потом брак допустим регистрируют в церкви венчаются там поют песни держат короны друг над другом над ними держат короны потом если надоели то разводятся не моргнув вкладом чтобы кто-то сказал что это теперь священный брак Толстой там тоже еще говорит что брак может существовать только если это священное установление потому что это вообще такие испытания на человека налагают тут прагматических мотивов недостаточно чтобы его удержать а если он не священный значит что он его и не будет вот ну есть еще ведь рациональные теории вообще семьи у нас в этом Советском Союзе понятно что самая была авторитетна это статья Энгельса даже не статья целый трактат происхождение семьи частной собственности и государства ну это там на основе большого этнографического материала он с тех пор обновлялся но похоже что так ничего нового не случилось что все-таки семья возникала как рациональный институт выживания что времена были тяжелые что человек в одиночку выжить не мог и что по отношению к внешним врагам по отношению чтобы просто к силам природы голод холод звери что люди должны как-то были в общине как-то сколачиваться и вот поэтому семья и существовала ну Энгельс что опять-таки делает ему честь что честно формулирует вот свою марксистскую теорию она выглядит смешно но он не побоялся быть смешным но это тогда ему не казалось самое главное что в человеческой жизни вы знаете производительные силы правильно нас это больше всего волнует а летительные силы на паровозе там ездят или на двигателе внутреннего сгорания от этого вся наша такая счастье зависит наше исключительно от этого то производительные силы так вот что семья это это организация для производства людей вот все остальные производства делают предметы всевозможные потребления а вот семья фабрика по производству людей ну мастерская точнее такая кустарная для производства людей ну вот теперь когда меняются эти самые производительные силы то есть способы производства меняются меняются производственные отношения когда при первобытном строе когда ну звери кругом были нам надо камерными топорами отбиваться одни там одна была нужна семья потом капиталистическая когда уже нужно деньги наживать а в общем сражаться с мамонтами не приходится то там другая она остановит ну вот а пролетарская когда вот уже не будет собственности то не будет в общем стимула держаться вместе вот эту семью накапливать капиталы более подробно эту идею развивала я уже однажды рассказывал но это настолько хорошо что хочется прямо еще вспомнить Александра Калантай у нас была как вы знаете революционерка такая была и улица есть у нас Калантай она была по женскому вопросу ответственная ну в первые годы советской власти она вот читалась по вопросам семьи первым теоретиком ей написала такую книгу целую там очень ее интересно читать что опять-таки все разумеется зависит от производительных сил все для производства и семья тоже для производства поэтому скажем вот в средние века когда главным способом производства ну по крайней мере узнать была война то семья должна быть такой чтобы она не мешала воевать ну какой она должна быть семья чтобы она не мешала воевать чтобы допустим муж отправился на войну куда-то там ну лет на 20 куда-то там в поход и не тосковал по земле не стремился сбежать там жёнышки под крыло там детишек поедать какой из него солдат если он там а чтобы он готов был отдать жизнь уходить там в поход на десятилетия и отдать жизнь по первому требованию нужно чтобы жизнь ему медом не казалось чтобы жизнь была такой чтобы он готов был и отдать любую минуту что это даже лучше было чтобы он стремился скорее избавиться ну а как значит семейное счастье должно быть исключено полностью чтобы он готов был от такой семьи уехаться чем дальше тем лучше поэтому действительно семья это мастерская по производству детей а любовь должна быть непременно к недоступной объекту потому что если объект будет доступный то это все собственно все разрушается потому что он будет ну не к жене так значит к любовнице стремиться в любом случае солдаты с него никудышки надо чтобы возлюбленная была недоступна жена сидит дома рожает детей возлюбленная сидит в окне замка и он ей посвящает песни и подвиги и он едет куда-то и посвящает вот когда она недоступна вот тогда и рождается романтическая любовь из этой недоступности поскольку она не может быть как раз ну опущена до земного такого существа биологического то тем самым конечно ее можно обожествлять сколько угодно поскольку ты ее не видишь там там все там образ летает в облаках а образ легко любить посвящать подвиги ему стихии музыку и все такое вот так родилась эта поэзия трубатуров и тут романтическая любовь родилась теперь капиталистический строй там главное уже не вольна а накопление денег торговля и все такое а как накапливать деньги надо тогда наоборот все в семью чтобы понятно если вот значит ну уж копить деньги и разбрасывать там где-то ну как было ну у рыцарей щедрость считалась каким-то очень таким доблестью ты завоевал там и устроил пир тысячу человек назвал отброхал замок в общем банты все а тут надо значит чтобы наоборот экономили каждую копееку нести в долг так вот тогда и возникает буржуазная семья идеал верности а идеал верности зачем чтобы не в том дело что он там вводит семянную жидкость распрыскивать а что он деньги унесет из дома и поэтому жена должна быть верная чтобы чтобы дети были он был уверен что это его дети что он наследство ему достается в общем все это вот эта супружеская верность это исключительно для накопления капитала в существу ну а теперь паритарская которая только в зачатке еще тогда была сейчас она в полном разгуре любовь это значит собственности нет все братья решительные поскольку людей возвращает как вы знаете только капиталистическая конкуренция ведь не будет капиталистической конкуренции все будут братьями и сестрами и вот тогда постели прокляф став свежанки чтобы всей вселенной шла любовь чтобы не было любви служанки покоя похоти хлебов тогда все будут что называется софтением ну разумеется по взаимному желанию вот ревность как собственное чувство исчезнет это будут братские чувства и секс совершенно не будет там чем-то исключительно ну в общем что-то такое кажется в студенческих общежитиях происходит американских по крайней мере судя по Тону Волфу которого я прочитал там в наше время таких братских еще не было отношений ну тоже шире смотрели гораздо надо сказать на вещи чем наши родители хотя что мы знаем родители и вот теперь семье значит почему семья должна исчезнуть это исчезновение собственности исчезновение собственнических инстинктов расход исчезновения конкуренции вот от чего должна распасться семья но Олгас Хаксли в своей антиутопии или утопии о дивный новый мир изобразил мир гедонизма ну что-то обычно у нас популярные антиутопии тоталитарные где личность подавлена ну вот все служат государству за всеми тотальный контроль ну больше всех орусов прогремел ну это более-менее у всех такое что-то у Замятина у Набокова даже заходи садись в первый ряд хотя бы что-то все прячутся а Хаксли написал гедонистическую либеральную утопию напротив все для блага человека решительно все удовольствия доступны и секс это такое удовольствие не то что общедоступное оно можно сказать навязываемое там действительно вот без всякого братства что все абсолютно там со всеми как вздумается если они приглянулись но если какая-то девушка каким-то там молодым человеком слишком долго находятся в интимных отношениях которые впрочем не считаются интимными то наоборот это неприлично как-то там уже говорят ну что это ты уже целый месяц не спишь что ли ну как-то ну слушай как-то это ну имейте приличие другим тоже хочется вот не столько братские чувства сколько они избегают вообще сильных чувств и семьи там разумеется быть не может потому что это ну как все вообще что возвышается над человеком все что становится угрозой такой свободы полной полной свободе полным полным гедонизмом все что мешает получать удовольствие все это считается отрицательно ну а любовь безусловно ее там быть не может ну а теперь как решают проблему где-то рождения а там в бутылках их зачинают в пробирках ну и они уже дети заранее так сказать уже рассортированы одни будут какими-то интеллектуалами другие будут физические работники все они так уже устроены что каждый доволен своим ему у дома быть чернорабочим у него хватает так у него ума не хватает быть недовольным этим чернорабочий доволен тем что он чернорабочий инженер потому что он инженер все все довольны и даже со смертью они там страх смерти убивают ну это самое сладкое что собственно религия в огромной степени рождается из страха смерти как я уже сказал что нежелание примириться что наше тело мы исчезли вместе с нашим телом они они детей приучают уже в палаты смертников их приводят и играют там с ними в игрушки что это очень весело в общем смерть это не надо пугать детей а наоборот что это очень веселое занятие такое приятное но это самое слабое место но кроме того вот тоже мне кажется довольно слабое место в этой утопии что зачем продолжается человеческий рот если все эгоцентрики эгоцентрики то зачем вообще брать на себя хлопот и пополезли урод если все заканчивается с моей жизнью это слабое место но он объясняет это тем ну это уже памфлетный видим прием что там все в этом мире все для потребления и производства делается недаром они говорят вместо Бога Форда и клянутся именем Форда вот Форд его знают там говорят что все для производства и поэтому нехорошо пользоваться какой-то старой вещью привязанность к вещи нехороша нехороша тем что ну надо новые вещи должны все время обновляться а если ты привязался к тем часам то это уже нехорошо ну вот какая сила продолжает все-таки продолжает это производство там неясно там много у меня есть статья в иностранстве кто хочет может прочитать что там это слабое место действительно то что какая сила заставляет все-таки двигаться воспроизводиться эту систему это слабое место и что там есть все-таки вот как у Достоевского в легенде о великом инквизиторе что есть такая-то кучка интеллектуалов которые знают вообще цену всего этому но они берут на себя всю ответственность и вот этих держат в неведении этих младенцев а сами понимают вообще трагедию бытия в общем они современные люди такие как мы они все понимают но тем не менее этих младенцев должны быть счастливы почему стоит заставлять жертвовать собой инквизиторов тоже совершенно их мотив совершенно неясны остаются но это видимо и непреодолимо собственно если попытаться серьезно эту модель разработать я думаю она просто не может быть разработана потому что из гидонистических соображений обосновать необходимость человеческого мира мне кажется невозможно и вот теперь перейдем уже от книги к реальности что гидонизм сегодня действительно он в значительной степени стал религией ну огромного большинства по крайней мере найти человека ну есть много довольно наверное идеалистов которые тоже говорят о том что надо не знаю там идти к совершенству к доброте к тому к тому к тому ну огромное количество людей действительно живет гидонистическими ценностями и вот с точки зрения гидонистических ценностей может ли семья существовать вот может ли существовать можно ли придумать семью которая бы несла сплошные удовольствия и не требовала жертв не могу такого представить просто таки когда тебя сводят с любым человеком даже ну самый такой ну тебе близкий там симпатичный человек ну если вас поселить в одну квартиру там у твоим другом с которым ты дружишь 20 лет и там помогаете ну если вас поселить в одну комнату доставить спать в одной постели наделить вас порам интересоваться куда ты пошел куда ты деньги дел где твоя получка ну дружбе конец скоро придет если друзья начнут друг друга контролировать ревновать дружба предоставляет свободу друг другу семья которая предоставляет свободу своим членам ну что это такое ну вот она такая семья в какой-то степени мне кажется появляется у по крайней мере довольно таки молодых людей ну молодых там молодость нынче до 70 лет длится как известно то такое я наблюдаю как-то восходят сами другую симпатичную любят друг друга ну что такое любят там умирают прямо от этой страсти или просто хорошо относят друг к другу ну вот я такое наблюдаю среди молодежи там около 30 людей что такие они как-то живут вместе друг другом хорошо но они друг друга не обременяют в общем тем не менее они симпатии относятся друг к другу ну вот допустим вот жена на работе я ей с удовольствием там сварю какой-нибудь суп она если устала я ей там думаю далеко это не заходит каким-то серьезным жертвам а жертвы это серьезные самые начинаются когда дети появляются там действительно это вахта такая такая-то круглосуточная намного лет вперед до конца дней иногда это уже серьезно а вот такие семьи без детей я наблюдал и вижу как-то они ну хорошо ну если какое-то испытание появится не знаю захотят ли они его вместе делить и выручать друг друга как уже они похожи на это и не направлены они и не хотят ну вот один мой такой знакомый такой близкий молодой человек вот когда я ему сказал что ну мне одна моя приятельница ну мимоходом сказала как о чем-то совершенно очевидном что для женщины самая большая радость ухаживать за любимым мужчиной ну там накормить ну есть такой любящий женщина действительно любит ухаживать кормить там обштопывать ну чувствуется ребенок он разумеется он должен быть мужчина если он там дурак при этом какой-то свинтя это кончится любовь кто он там он герой там гений ну вместе с тем он такой он такой как ребенок он там ему не накормит что-то он не поест он там сапог не тот наденет простудится сожжет она гордится тем что вот в ее руках с одной стороны вот его там он такая восхитительная личность а с другой стороны вот он как ребенок идеальная для них я ему сказал об этом он говорит нет это ужасно если женщина вот так зависит от мужчины значит она и требовать начнет тут же то если там все счастье для нее там в нем сосредоточено то она начнет и взамен чего-то требовать ну совсем не обязательно чего она может потребовать ну не знаю в общем лучше не надо лучше пусть она так меня не любит но зато я ничего не буду более-менее обязан но при этом это благополучная семья ну если это семья в нашем понимании вот семья это или не семья ну вот я думаю что со стороны гидонизма угроза семье наверное самая большая ну той семье которую мы понимаем для любви предан у которой большие жертвы друг для друга вот думаю что гидонизм это для нее главная угроза вот пожалуй знаете пока на этом остановлюсь а теперь я вас хочу послушать потому что все эти рассуждения наверное не лишены интереса но они очень часто разбиваются наталкиваясь на какие-то вот очевидные факты которых просто теоретики не замечают что кто-то может вас что-то сказать мы поймем что Янгельс не так уж умен и Толстой не так уж умен и может быть и Хакси даже не так уж умен хорошо друзья задавайте сначала вопросы а потом я бы вас послушал вот давайте начнем с вопроса мне кажется Володя что-то хочет сказать вопрос такой вопрос риторический возможно но ты имеешь в виду как я полагаю цивилизацию западного типа и потому что в других регионах вообще отношения к семье в институте мира конститурируется конечно не наши но я должен согласиться с какими-то вещами вот да геодолизм но возможно чисто человеческий эгоизм еще индивидуализм это естественно стремление получить максимальную удовольствие от жизни максимальное количество наслаждения и так далее но это еще и зацикленность на себе вот я я это почти синоним нет не совсем потому что я высшая ценность но я как высшая ценность но может совсем не стремиться над удовольствием что-нибудь делать и другое не знаю резонсом в сфере власти подавления другого что-нибудь сделать гадости я высшая ценность или я хочу получать наслаждение В этом смысле да, опасность для меня, безусловно, я тоже в ту сторону поразмущал, это да, и вот западно это и наше тоже такое определенное размывание, разрушение семьи, но скажем, такие как-то становятся более рыхлые, что ли, такой, не аморфные, не той самой, ну помнишь, классическая крестьянская семья, допустим, или даже рабочая семья, они все-таки были большие. Большая родня, но все равно это, да, все равно это, что-то было такое мощное, какой-то, был какой-то определенный кодекс, это клан, клан, конечно, да, который жил по своим законам, определенным наступлением, шаг вправо, шаг влево, это уже наказуемо, там, патриархи тебя сразу берут за шивор, трясут, вот, в таком варианте таких семей, практически не существует, хотя я их вот знал, в моем прошлом, как бы, вот, мои там бабушки, дедушки, это все-таки люди патриархальные, они имели на такие семьи, где были настоящие главные, настоящие семьи медсоветы, настоящий, даже, приход старшего, старший или старше приказали, и младший берут под козырек, вот, я живу по-другому, там, наши дети уже живут по-другому, если мы еще ставили штантов паспорта, дети уже предстают делать, живут свободнее, и так далее, да, но здесь у меня представление такое, что это, ну, включая самые большие, такие, антропологические авантюры, типа, однополных браков и все остальное, да, что это такое, это как качок майорника куда-то, вот, нужно дойти, вот, в этой части разрушения семьи, куда-то, вот, до края, и вот, чтобы, там, в конце концов, люди ужаснулись, и подумали, что вот, потому что у человека, на мой взгляд, существует все-таки некая естественная потребность, ну, естественная потребность контакта, ты должен работать с другим, и с близким другим, ну, естественная потребность в тепле человеческом, твой гедонизм, который, вот, у тебя присутствует, он, конечно, тебе сначала дает, там, какое-то социальное тепло, там, вот, зашел в ресторанчик, там, сделал еще, там, поднялся на пляже, и вот такие афрактные вещи, вот, весь мир вокруг тебя выстраивается, да, такое ручное бытие, так сказать, это, это есть такой термин у Хайдекера, кстати, забыл, как-то по-немецки, ручное бытие, вот, но в этом выходишь в область одиночества, мне кажется, вот, когда вот это разрушается, разрушается, ты выходишь в область одиночества, и тебе становится холодно, и когда-то, вот, нашему миру, вот, такому, постхристианскому, станет холодно от этого, и будет какой-то хачок назад, но нужно дойти до, до какого-то края, как мне представляется, то, чтобы вот эта семья разрушалась, разрушалась, чтобы, там, мужчины с мужчинами, женщины с женщинами, чтобы все вот так жили без обязательств, там, все такое прочее, вот дойдут до того, что придется вернуться к обязательствам, мне кажется, должно что-то произойти, что-то такое серьезное произойти в нашей цивилизации, или она исчезнет, или мы исчезнем, и нас просто подготят другие миры, которые, вот, наползают на всю эту, хорошее замечание, потому что индивидуализм и гедонизм более точное выражение, действительно, чем, потому что можно быть эгоистом в служении, допустим, даже науке, это более точное выражение, как-то, ну, мне они казалось близки, потому что все-таки ученый, который служит науке и на всех плюет, он тоже испытывает наслаждение, а вот тоже гедонизм, ну, не будем о таких мелочах, а вот о чем я забыл, действительно, а какая реальная уж эта или мнимая угроза, что, по крайней мере, она раздувается, в печати ее не пропускают, а вот в интернете преспокойно пишут, и, наверное, есть какие-то правые листки, где об этом пишут, что семье угрожает комосексуальная ложь. Друзья, я пересказываю то, что я читал вот своими глазами, подробно, естественно, что здесь у нас сексуальная ложь, и оно семейное, что они, по крайней мере, что они завидуют классической семье, что они сами решены, хотят у нас отнять, и они в их руках печать, в их руках телевидение, в их руках они уже, ну, что-то жидомасонские замерзли. Ну, да. Ну, давно уходит. Это так, он уже уходит. Давно уходит. Да. Просто, ну, наверное, это настолько смешно, что это... Ну, оно не лепо, да. Да, не лепо, оно всякое, оно чудесное, потому что я это понемногу такое. Так что, у римлян не было лобби, но конец и грузовестия, но не просто лобби, но... Вот. А насчет того, что человек, конечно, нуждается, с одной стороны, конечно, он гидонист и эгоист, а с другой стороны, он, конечно, нуждается в тепле, в уникальном. Вообще, иллюзия уникальности человеку необходима, и только влюбленным в него кто-то дает ему эту иллюзию, тот, кто его любит, потому что он знает, что для всех он пустое место. Для семи миллиардов людей, хотя бы один он, хотя бы для кого-то он является чем-то исключительным. Это, несомненно, так, и это, возможно, и держит вот эти вот прохладные семьи, о которых я говорю. Возможно, им уже не надо доходить до крайности, до полного уже, от начала одиночества, чтобы вернуться к этому клану. Мне кажется, они уже нашли равновесие, что тепла дают тебе столько, сколько, ну, в меру. Ты получаешь это тепло, ну, и отдаешь его. Ну, не надо уж так хотеть, и от тебя слишком много не требуют, и ты слишком много. То есть, они, возможно, нашли, дозировку уже нашли, такой правильный рав. Им не надо доходить до крайности, чтобы вернуться обратно. А вот что у нас поглотят вот те клановые культуры, в которых эти кланы целые, как с несколько поколений, живут вместе. Я не исключаю, что они, у них преимущество конкурентное огромное, безусловно, где до рождения, за своими помощью, но пока они технологически настолько отстают, что, ну, трудно представить, как они сумеют преодолеть неравенство сил просто, силовое неравенство. Ну, у нас там атомные бомбы, и да, все у нас. Да у всех уже атомные бомбы. Ну, там одна какая-то заводящая. Они не заводящие. Да, ты вот, да, ты вот, ты любишь, как сейчас, такие религиозные аргументации, но вот, вот, из-за того слова, вот, я думаю, что, если не ошибаюсь, вот, цитирую, или нет, не заводит, не заводит, не заводит, но, так сказать, не холоден, не горяч, вот, ты теплый, из-за того тебя из уст моих. Спасибо, мне очень приятно. Какая легкая теплота в отношениях, вот такое-то, что ли, расслабленность, как я говорю. Расслабленность в семейных отношениях, а еще расслабленность в социальной сфере. И далее, и далее, так кругами расходятся, и вот это еще раз, и вот те, кто не расслаблены, и вот живут там на земном шарике, и безрядная энергия обладает, вот, там, семейные отношения другие, и все остальное другое, вот они как раз-таки обладают энергетикой, вот это все теплое, с удовольствием седя. Я не вижу связи между теплотой в семейных отношениях и жесткостью в социальных отношениях, потому что вот те же самые какие-то, ну, я в последнее время про Америку все читаю, американских авторов, вот, ну, роман у меня там есть, вот этот, я уже начитал кучу, там постоянно есть такой персонаж, да сейчас он уже в кино проник, какой-нибудь, который там, у него 10 любовь, ведь семья у него по боку, а он страшно тщеславный, честолюбивый, чтобы подмять под себя какие-то целые фабрики, заводы, регионы, то есть это захвачит такой... Шраман про Трампа? Что, что? Шраман про Трампа? А, да нет, про Путина. Вы смотрели статистику по разводу, у нас и ГИБР, у кого... Я думаю, сопоставимые, просто сопоставимые, примерно. Ну, дело в том, что, вот еще раз просто скажу, что там вот этот тип, который старается в Иран, который в Сирии, вот эти, вот эта наступательная позиция во всем. Но в Америке есть наступательное начало, очень сильное, и оно воплощено, имеются какой-то целый социальный слой. По-видимому, в элите американская есть люди, чрезвычайно энергичные, честолюбивые, даже авантюрные. Ну, это по-американским, собственно, сильмам даже. Ну, там про Лолл-Стрит, банкиры, такие, ну, в общем, отвязные авантюристы. А где их нет? Что, что? Где их нет? Они везде есть. Ну, вот можно подумать, что если они вот в семье, скажут, эти уже семья им по боку, то, казалось бы, он и там на Робоке должен быть такой вот рухля. Ничего подобного. А, по крайней мере, в кинематографе это он стал героем. Раньше, если помню, вот у Драйзера банкир, такой действительно, ну, холодный, хищник. Холодный. Так тут они уже, наоборот, веселые, обаятельные ребята, авантюрные и готовые рисковать. То есть это связь нет прямой между охлаждением в семейных отношениях и такой вот амбициозностью. Вы думаете, что эти охлаждения и в России, и в Европе, и в Америке имеют одни и те же причины? Я думаю, что охлаждение, вообще индивидуализм или гедонизм, не будем здесь зацикливаться, думаю, это по всему миру, по крайней мере, европейскому идет одинаково. В этом отношении мы часть Европы, и нечего там нам делать, чуть про особый путь какой-то. Если человек перестает верить в Бога, или перестает быть преданным членом социума, ну, националистом, так сказать, пламенно, то не очень понятно, ради чего он станет надрываться, рисковать. Непонятно? Ну, тут, кажется, вот мне кажется, есть еще один момент, чисто российский. У нас ведь, взять российскую историю, сколько поколений женщин растили детей в одиночку. А когда уже определенный стереотип восприятия семьи из поколения в поколение повторяется, то он, ну, начальной уровень, наверное, не переходит, но влияние на психику не серьезное. Когда там бабушка, мама, дочь, внучка, и все растят детей в одиночку. Думаю, это серьезное такое нарушение стереотипа, конечно. Да, в результате в каком-то поколении уже девочка может быть и красивой, и умной, какая угодно, она не понимает. Накручет ли этот мужик, кто ему нужен, за которым надо ходить, ухаживать. Заботиться о них и находить свое счастье в охоте за эти прелести. Думаю, большая доля истины есть в ваших словах. Нарушение стереотипа вот этой парной семьи. А когда мальчик, он твердо знает, что и бабушка, и мама цель своей жизни имеют в том, чтобы устраивать ему комфортную жизнь максимально. И следующую женщину в своей жизни, которая будет его женой, он тоже видит только в этой роли. Весьма вероятно. Ну и какие шансы, допустим, не как-то девочка, и он, а вот они не полностью не будут истины. Думаю, это правда. Думаю, так оно и есть. Проклятие. Я только не понимаю, почему это российская специфика. Такого добра навалом Германии во Франции, я это там уже давно. Российская, если вы? Это наблюдалось, не мало. Очень многие... Ага, я тут по разводам, да? Это полный полный сибири. Дори не полный сибири. У нас еще маленькая доля. А повторите, пожалуйста, это достаточно. Погромче можно в этой истории. Значит, то ли от школьных семей. В Великобритании 23-26%, в стандинавской стране 20-24%, в США 23%, в России 14%. Меньше, в Миксах, 20%. Это отчет. Это очень страшно. Это перехарные еще. Это страна. Это более большая страна. Это более подойдет. На мой взгляд, вообще существуют сейчас все виды семьи, которые перечислял Энгельс. Просто это связано, действительно, с укладом очень сильно. Потому что, скажем, в деревне есть патриархатные семьи, и это так. В деревне остается это, да. И у того же, кстати говоря, там, не знаю, стэнби, который я не хочу, там, нет. Конечно, это патриархальная семья. А в деревне без мужика не выжить? Нет, не без мужика, это клад, значит. Сейчас уже клад. Да. И что касается, так сказать, капитализма, тут маленький пример, я тут оформлял бы нотариуса Гумару. Мне нотариус задает вопрос, а у вас есть брачный договор? То есть наличие брачного договора, это означает, что в момент заключения прака предполагается развод. Да. То есть, на самом деле, так сказать, это типичная капиталистическая семья. Мы хотим соединить капитал, действительно. Да, да, да. А то, о чем мы говорим, ну, это какая-то некая прословика городская, не очень большая, на мой взгляд. Хотел бы их узнать. Потому что если говорить про статистику, вот это, да, входит до киста. Что там входит? А, там же еще Кавказ. Да. Кавказ. Да. Вот. И, относительно того, что во что перетекает, ну, мне кажется, это зависит от того, что будет происходить дальше. Потому что процесс, скажем, переселения каких-то там успешных исключений в деревню, он существует. Действительно, существует. То есть, на самом деле, какая-то тяга вот к этой, так сказать, патриархальности, она имеется. Но это не то ли, что вот богатый человек строит особняк в городе и живет там по городскому? Нет. То есть, он прямо начинает… Он прямо начинает рожать детей. Да, он уже живет. Но есть конкретный случай одного поменения миллиардера 90-х стерлигов, с которыми несколько раз пересекался, которые, в общем-то, имея миллиарды, идут в биржу «Алиса», и так далее, да, вот в свое время очень известный человек, а ну сейчас он для него не появляется, в маяковке устраивает вот такие вечера, и народ туда со страшной силой ломится. У него вот этот зал, ну где набираться ступали, он просто аншлаг всегда, да. Вот он с такой бородой, живущий в деревне. Вот у него супруга, там шесть детей, по-моему, у которых даже… Они даже в школу, по-моему, не ходят, а получают образование на дому. Ну, такая гигантская изба, там, со всеми делами, сборницы, там, с коровами, тузами, и так далее. Вот этот человек, как Герман Леарды, жил его в офисе в центре Москвы, и вот такой вариант опрощения, ну, в случае там, он не единичный, конечно, но тем не менее это тоже какой-то тренд. И он это пропагандирует, как новый вариант жизни, вот, как новый стереотип жизни. Отрисает все вот это, о чем ты говоришь, вот эти тенденции. Он их напрямую отрисает. Что-то все, гадость, бесовство и так далее. Сразу root в этом случае, когда вы говорите, все студенток, девушек-проститутки, или как хорошо, антистудентки – это надо вообще-то сми-см것도. В смысле? Да. Ну, я же у меня… Нет-нет-нет-нет, просто скажем так. Я говорю о фенометии. Это дейный случай. Да. Я не говорю о фенометии. Я говорю о фенометии. Я не знаю, что поклонника. Я говорю о фарфе. Кстати, именно этому человеку принадлежит булочная, не одна, по-моему, туда доступ к бомосексуальному. Это скандал. Да, это именно с помощью. А вот у меня, кстати, вопрос, появление семей, когда, например, девушка уходит сама за себя замуж, или английская, или китайский юноша женится на резиновой кукле, или кто-то там женится, уже не помню, из каких-то, по-моему, восточных стран, на своей умершей невесте. И это вот не край, вот как вы говорили, мы дойдем когда до края, тогда качнется в другую сторону майки. Вот это еще не край. Это очень много. Нет, это дело в том, что слишком много об этом информации. Потому что раньше такого всегда были, как и гомики были всегда. Но просто была информация. То есть за резиновых женщин, то есть на резиновых женщин уже не было? За резиновых женщин не было, но здесь не было. Ну, вы сказали, что они женились, но под подушкой держали. Ну, под подушкой держали, да? Или просто имели подушку. Нет, это всегда было просто сейчас. Такая информация, которая дает нам больше не доступ к этому. У нас была всегда одна женщина, дурка Кулакова. Это, естественно, такая вот женщина всю Россию, она как-то обслуживала, и никто не жаловался. Нет, на мой взгляд, а просто в возрасте, вы все-таки вспомните, вспомните жизнь. Мы все уже тут долго живем, я полагаю. Я оперирую к своему опыту. Я родственник с давних там делку. Еще раз я повторяю, что я застал еще своих дедов и бабок-патриархов, которые были главами семьи. И когда там случалось что-то, допустим, в то время, ну, 60-е, я уже помню, более-менее, допустим, в большом родовом клане, какой-то развод, это семейная трагедия. Это такие волны будут, это веселье такое. Обсуждают все, пытаются свести, не отпустить и так далее. Делают все, чтобы это соединить, распавшуюся ячейку, да. Спустя 50 лет, да, это рядовое событие. Особо там никто и не чихнет. Ну, разводится и разводится, ну, что делать, ну, сами себе и так далее. То есть, вот институт семьи, в этом смысле, и, конечно, его скрепывают все, менее-менее жесткие. Он все время больше и больше размывается. Еще раз, делается оно с ним. Это факт наличного потеря. Но еще раз знаю, что это до предела. Он размывается будет и дальше, и дальше. Но что будет дальше, дальше не знаю. Вы говорите о судьбе семьи, но не дали определение, что такое семья. Понимаете, я математик, по-первыхому и последнему образованию. И много лет просто размышлял о том, что такое доказательство, что такое определение. Вот как точно определить, что такое треугольник. Что такое, так вот, как в наступительных экзаменах, когда какого-нибудь способного еврейчика хотели заводить, спрашивали его, что такое угол. Базовые понятия определить невозможно, и они понимаются интуитивно. Это все, что мы определяем при помощи слов, сами слова, при помощи которых мы это определяем. Не могу не говорить их дважды, не могу. Они сами нуждаются в определении. Разумеется, интуитивно мы все понимаем, что такое семья. Если дать точное определение, где границы семьи кончаются, ну, говорят, что была там какая-то многопоколенческая семья, теперь стала муклеарная семья. Вот что такое семья? Вот сейчас я живу, допустим, раньше моя мама жила в доме, там дедушка, бабушка, ее сестры жили. Теперь сестры живут отдельно, бабушка отдельно, дети отдельно. Семья это или не семья. Все реальные понятия размышлены. Во-первых, у семьи, безусловно, есть одно приз, призвак, который можете считать обязательным семьей. Это совместное проживание. Не обязательно. Есть вестивые семьи, вестивые братья, вестивые братья, вестивые братья. Самый идеальный брать, самый идеальный брать вообще, вестивой брать. Это как для дар. Разумеется, но это не семья. Почему? Это вестивой брать. Это вестивой брать. Зато никому ничего не должен, никто ни от кого не зависит. И есть личное пространство у каждого. Семья имеет четкое определение. Семья. А ну, кстати, она может быть как разименность и болезнь с детьми. Да, да, но они выполняют определенные обязательства по отношению. Обязательства есть, забота есть, поддержка. Да. Про любовь, да. Про любовь. Про любовь. Про любовь. Про любовь. Да, приезжайте, люди, которые... Про любовь. А если они друг к другу в гости едут, где тут, конечно, любовь. А там, здравия больше... Так, дождьям, давайте, девушка хочет высказаться. Чтобы вы поняли, что с вашим определением не согласились, значит, оно неверно. Еще добавим. Давайте. Я хочу сказать, что мы можем сколько угодно строить... А можно дверь открыть? Это уж совсем дешево. Да, конечно. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Мы можем сколько угодно строить теории, гипотезам, тезисам и так далее. Тем не менее, ключевое слово здесь – индивидуальность. Если человек хочет быть счастливым, он будет. В семье или без семьи. Тем не менее, я хочу без теории привести некоторые примеры. Вот поэты вы говорили, да, что поэта, может быть, я неверно вас поняла, но тем не менее, в семье либо страдалец, либо, наоборот, тиран. Вот. Однако же у нас есть известный, здесь очень многим известный поэт Вячеслав Лейкин, который прожил 57 лет со своей любимой женой Тамарой Николаевной в браке. И это была счастливейшая семья. У него чувство юмора есть. Я не говорю о индивидуальность. Надо сказать, что он, в общем-то, и стал прототипом. Вот я писала роман-исследование «Последний глоток Бажаля на двоих» о счастливых семьях, которые отметили свой золотой юбилей и продолжали быть счастливыми. Они хотели быть такими. Это основное качество. Хотя я бы поспорила с двоим Николаевичем, очень мною уважаемым, что все несчастные семьи там несчастны по-разному, а счастливые одинаково счастливые, ничего подобного. Но вот счастье тоже абсолютно разное. Каждому свое и всем. Опять же, ключевое слово индивидуальность. Более того, даже здесь присутствуют на этом дискуссии как минимум две семьи. Один представитель пришел без жены, который уже больше 35 лет вместе. И да, мы, конечно, можем рассказать о том, как мы умудряемся быть счастливыми друг с другом. И что такое любовь в нашем понимании. Но это будет, наверное, довольно долго. Теперь по поводу того, что угрожает семье. Семье действительно что-то угрожает. Ну, угрожало, мне кажется, всегда, всю жизнь. Сколько существовала семья, всегда существовал угроз. Начиная от нежелающих этой семьи и близких родственников, вспомним Ромео и Шурикет, и заканчивая самой матерью природой. Нас должно быть меньше, как говорит замечательный Жванецкий. И поэтому и детей должно быть меньше. И, быть может, поэтому появляются гомосексуальные браки, бесплодные браки, еще какие-то там браки, которые, в общем-то, только словом «брак» и назовешь. Ну вот, вот, по-моему, вот у меня вот такая точка зрения по этому поводу. А что, Людмила? Можно пару сразу? Я тут, конечно, девушка уже не юная, но тем не менее, я знаю, что у меня никогда не было браки, никогда не будут браки. Только по одной простой причине. Что, во-первых, особенно в последние годы, мне, как гражданину моей страны, мне стали это навязаны с помощью всевозможных определений, программ, статей, законов, да, вот эти вот пресловутые духовные скрепы от самого словосочетания «таши» просто, патриофалий семьи, вот это все. То есть меня лишают права выбора. Потому что я должна, да, хорошо, да, все вышли замуж, я тоже как-то должна и жить в этом обществе, я же как-то не должна отличаться. Да почему? То есть это как бы вот навязывается, не пропагандируется, что это некий вариант, вариант возможного счастья, а так должно быть. Ну, а кто сказал почему-то так? Дети могут рождаться вне врага, например, и их может быть гораздо больше, чем в браке. Это как бы не особая проблема. А по-второму, что брак, я согласна, например, с профессором Левома Сечева, что брак нужен только для того, чтобы приписать реальные обязанности, а любить можно и без штампа. И потом, кто сказал, что муж и жена, это близкие. Недалеко не всегда так. У меня дядя с теткой прожили 40 лет, обращали друг другу, доброе утро, сволочь, доброе утро, мразь, так прожили 40 лет. Да, так прожили в общем-то сюда. Они так хотели. Да, они решили, что же с чувством ее. Что же нет, ничего. Нет, это уже нет никакого. Потому что там, надо говоря, она истеричка была абсолютная, а он где-то не родился, потому что он ее любил. Поэтому не понимать, для чего мне не нужен этот брак, что я посмотрела на браке своих родных. Да, бабушка с дедушкой прожили, начинается... Вы хотите сказать, что вы не хотите жить сумасшедшим летом? Я не хочу жить просто потому, что я не хочу, чтобы рядом был муж. Если и кто-то будет, то должен быть как минимум, первый человек, который ты теряешь взгляд, что отношения могут быть не только партнерскими, и никакими другими. Они не могут быть, да? И должен быть действительно близкий человек, который не просто будет рядом, а сейчас, который будет помогать мне, взаимопоставить, раздеваться, близкий, если в паре все останавливается, и как идет деградация, зачем такие отношения нужны? Вы не думали, что друга можно любить? Почему? Ну да, его можно любить. Да, можно просто не писать, сколько, старайтесь, что. А у пометок, если есть Вячеслав Абрамович Лейкин, когда его Николаевна сдавала лишнюю стопочку, он так говорил, ну ладно, вот с этим человеком не приходится быть счастливым. И было. И был, что ли? Нет, ну вот, к сожалению, немножко, видимо, другой шаг. Все-таки, Сюзанна, я имею в виду романтических поэтов, слава, прекрасная повестка, талантливый, но ироник. Ироникам легче тебя. Ну, у него. Ироникам легче тебя. Ну, он научит. Я его творчество достаточно знал. Ну, понимаете, я хочу выступить, в конце концов, в защиту государства. Все понятно, почему государство так навязано. Потому что, когда есть семья, да, и существует какая-то угроза, это и семьи, война, человек не раздумывая идет на эту самую войну, потому что он защищает свою семью, своих близких, там, свою любовь, детей и так далее, и так далее. Если этого нет, то зачем тогда государство? То значит, не раздумывая. Как вас, ну, попробуй не пойти в эту войну. Зачем тогда государство? Соград отряд. Государство, как бы, перестает быть нужным. Именно поэтому оно так, заботится о том, чтобы семья, подолгалась в государство, чтобы заботиться о речи не пушечного мяса. Зачем, я бы, я бы, как бы, как бы, как бы, что-то вообще-то пошел. А нахр, да, что-то противство. что-то мать, это моя, я, я бы, не подвешиваю, но мы никогда не будем брать. И Бога ради, но... Ну, я бы, все хорошие, что-то не делал. Так, я бы, предлагаю не быть. Да, это хороший. Я бы, я бы, за семью, Александр, ты скажешь какой-то спич? Или уже за боковым шампанского? Ну, за боковым. Друзья, спасибо, что вы так, так, терпели. Спасибо за интересные точки зрения. Так, людей зацепил, как бы, крючок-то такой хороший. Вам и сечеку нету. Вы нет, или Вам и сечеку нету. Вам и сечеку нету. Вам и сечеку нету. Вам и сечеку нету. Я бы, и сечеку не дискрутировал бы с вами. После 10 октября, еще было появление. Я хочу сказать, что вы следите за рекламой. Если кто-то еще не давал свои электронные отбесы, телефоны, можете их оставить. Мы вам пришлем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.